Готовит ли Кадыров преемник? А что ждет чеченских мужчин во время очередной мобилизации? Куда исчез министр здравоохранения Чечни? Об этом поговорим с нашим гостем. Это председатель кабинета министров Чеченской республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев. Здравствуйте. 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 В России прошли региональные выборы, но ожидаемо, конечно же, победили единороссы. Более 90 нарушений зарегистрировали независимые наблюдатели на выборах. На юге России. А как прошли выборы в Чечне? Какая там была явка, например? Знаете, я уже последние годы на самом деле выступаю с категорически противником того, чтобы вообще даже комментировали так называемые выборы, которые проходят в России. Потому что ничего общего с выборами это не имеет. Даже когда мы их критикуем, они достигают определенной цели. То есть мы по неволе легализовываем вот эту фикцию, которую проводит Путин последние... Ну, с 2004 года, скажем так. В 2000 году он был объявлен правоприемником Ельцина. И как-никак все равно тогда какие-то выборы состоялись. А уже с 2004 года идет полная фиксация и оболванивание массы и манипуляции. И поэтому, конечно же, то, что сейчас происходит на фоне вот этой страшной войны, которую развязала Россия в Украине, вообще нельзя говорить о каких-то либо выборах или каких-то институтах, демократических институтах или инструментах, инструментах, которые направлены на то, чтобы определить волю народа или же такой плебисцит. Поэтому я никак не слежу и никак не комментирую. На самом деле никаких выборов не было. Было просто очковтирательство, что прошло удачно. А относительно вообще Северного Кавказа, не только Чечни, если вы помните, однажды, когда Кадырову задали вопрос, а как пройдут выборы, он сказал, 120% чеченского населения проголосует за Путина. Вот они эти 120, ежиэтапно, когда проводится вот такая манипуляция выборов или фиксация этих, весь Кавказ уже этим занимается. Потому что Путин создал эти анклавы для того, чтобы вот именно в момент вот таких, по такой ситуации, чтобы они причисляли в нумерацию вот 90%, 99%. Я уверен, что в Чечне, наверное, 99% точно зафиксировано результаты выборов с победой Единой России, Путина и Кадырова. Давайте тогда не будем говорить о выборах, а поговорим о мобилизации. В ближайшее время РФ начнет новую волну мобилизации, но чтобы покрыть, судя по всему, катастрофические потери живой силы на фронте. Об этом сообщает и Генштаб ВСО. На фронте российские власти планируют на фронт, дополнительно планируют отправить от 400 до 700 тысяч человек. Призвать планируют также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которых, вероятно, будут использовать, вот как сказали, это цитата, заградительные отряды позади российских войск, которые будут загонять, наверное, мужчин на фронт, на передовую. Как вы считаете, чего ждать? Снова будут похищения? Ян, конечно, будут и похищения, они не прекращаются на самом деле, то, что происходит. А вот относительно заявлений Генштаба и вообще комментарии высшего политического руководства или околополитического руководства людей, которые заявляют о мобилизации, о том, что вот они сейчас наберут 400 тысяч, 700 тысяч, миллион, и вот все, победа, она вот, она, вот. Дело в том, что уже последние, ну, в любом случае, любые диктаторы, они чем, они всегда приводят ситуацию к ожиданиям, к лучшему, к лучшим ожиданиям, к лучшим переменам. И вот сегодня ожидание русистов, расистов, это победа над Украиной. И вот она на линии фронта никак не дается, эта победа. И люди начинают понемногу, понемногу задавать вопросы, а вообще, что произошло, что происходит. Нам обещали три дня и Киев, и Украину полностью, а тут уже второй год, и никаких, наоборот, говорят о контрнаступлении украинцев и обороне, о сильнейшей обороне русских. И где-то эта оборона прорывается. Вот в этой ситуации нужно подкормить вот русистов, расистов, которые ждут покорения Украины, вот, грядущими победами. А чем и как это можно сделать? Только вот такими вот заявлениями, декларациями о том, что Северная Корея сейчас подгонит оружие, такое оружие, которое мир не видывал. И вот мобилизация миллионного, миллионное население русских, русистов, вот это и будет победа. Вот мое мнение именно таково, что все, что они могут делать, они делают сейчас и продолжают делать. Ничего больше того, что они сделали уже, они не в состоянии сделать. Но для того, чтобы продлить свой век, век их продлевается только тогда, когда идет война, вот они и пытаются продлить эту войну и продлить ожидания русистов скорейшей победы над Украиной. Вот Ахмат на фронте есть, знаете, но кадыровцев на передовой почему-то говорят, все равно нет. Они продолжают успешно пиариться, будто они воюют на Бахмутском направлении. А вот вроде бы как воевать и умирать они не спешат, а за них это как раз делают русские, ну и какое-то количество бурятов, наверное. Что известно о последних подвигах тиктокеров? Видели ли вы воюющие на стороне Украины, воюющие на стороне Украины-ичкирийцы, видели ли кадыровцев на передовой? Я должен сказать, что, к сожалению, двое бойцов чеченцев, которые воюют сегодня на стороне украинцев, несколько дней назад погибли. Я, как говорил раньше, я хочу выразить соболезнованным родственникам, их родственникам и всем участникам, которые были вовлечены. А вот относительно кадыровцев и того, что мы никогда на самом деле, наши бойцы на передовой не встречались, ни с ингушами, ни с чеченцами, которые находятся в составе вооруженных сил Российской Федерации. А относительно Ахмата, вот этот такой жупел, который кадыров очень грамотно сейчас использует. Я, знаете, я на самом деле, единственное, с чем я могу согласиться, с тем, что происходит, чем меньше чеченцев отправляют в Украину, даже в качестве заградотрядов, я этому радуюсь. Это значит лучше и хорошо. И на сегодняшний день действительно кадыров очень хорошо использует свое положение, вот доверие Путина и свою якобы лояльность, которую он демонстрирует. Он со всей России собирает людей и заполняет этот Ахмат и отправляет их в качестве чеченцев, которые едут туда. Но, к большому сожалению, среди них есть те, которых они в качестве наказания туда отправляют. И поэтому я не думаю, что в ближайшее время мы заметим какие-то подвиги со стороны кадыровцев, которые окружают Кадырова и которые очень любят выступать в ТикТоках. Поэтому ничего, кроме вот этой информации, которая всегда, в принципе, у нас подтверждается, другой информации у меня нет по поводу их подвигов. Ну, судя по всему, когда они едут на фронт, они уже понимают, куда они попадают и стараются держаться подальше от передовой, в отличие от мобилизованных, которым вот сегодня в эфире тоже у нас говорил один из экспертов, обещают, что они будут служить где-то на третьей линии, какие-то склады охранять, а попадают прямо на передовую. Две минуты, я просто продолжу. Дело в том, что кадыровцы и кадыров уже несколько лет, они на самом деле занимаются таким обманом. Они обманывают Путина, они делают вид, что они вот такие, это самое, такие жесточайшие, жестокие. Они готовы отстоять любую ситуацию и спасти Россию. Но мы же помним их поведение, когда русские закрутили вот этот фейковый Пригожинский бунт, да? Как они двигались спасать Путина, да? Вот это их суть. Да, вот это их суть. И, конечно, понимание того, что это не сила, на которую может положиться Кремль, есть у всех, кроме как у Путина. А для Путина кадыров и кадыровщина – это его детище. Признать, что это была ошибка, это значит признать свою несостоятельность, как политика, что он просчитался. И поэтому он продолжает подыгрывать. И кадыров эту ситуацию очень грамотно использует. Недавно в интервью изданию НВ вы сказали, что Третья Чеченская война не началась из-за войны в Украине. Какой целью могла быть эта война? Существует ли сегодня такая угроза? Дело в том, что если Россия сохранится как империя после поражения Украины, после военного поражения Украины, обязательно они развяжут Третью войну в Чечне. Если она сохранится как империя. Вот почему мы всегда говорим о том, что вот эта страна, эта империя должна перестать существовать вместе с тем, как только заканчивается война. Просто ни этот режим, ни сама эта страна не должна сохраниться. Иначе будет и Третья война, и будут и грузинские войны, и снова украинские войны. Это абсолютная истина. Поэтому вот почему, когда я говорил, готовилась Третья война. Дело в том, что Путин и его режим, то есть эта система, они пришли, укрепляли свою власть в течение последних 30 лет в результате постоянных войн и постоянных конфликтов. Начнем с событий Грузии 9-го, которые произошли в 90-м году. В 90-м году Азербайджан, Карабах, Южная Осетия, Молдавия, Трансднествие, в последующем Ингушетия, потом Чечня, война, две войны. Постоянные войны, локальные, но войны. И вот за счет этих войн они на самом деле уничтожали даже малейшие возможные ростки демократии. Но при этом они очень умело обманывали Запад. У Запада ожидание от этой страны было величайшим, потому что это огромный ресурс, огромный рынок, огромная территория. И, конечно, когда им заявляли о том, что идет перестройка, переустройство, они хотели верить в это. Но сегодня мир это понял. А почему война в Чечне, Третья война? Потому что если они останутся, вот свое поражение в украинской войне, им нужно будет компенсировать чем-то, чтобы вот начав войну и снова овладев или завоевав Кавказ или Чеченскую республику. Почему они силовые составляющие или силовые структуры демонизировали Кадырова все время? Я говорил это в прежних наших комментариях, что они мир практически, вот перед началом войны в Украине, международное сообщество было подготовлено к тому, что они начнут Третью войну в Чечне. ОБСЕ приняло резолюции по Чеченской республике против Кадырова. Генеральная ассамблея ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент, Национальный парламент. То есть все было подготовлено. Только вдруг здесь возникло у Путина то, что сначала нужно использовать этот чеченский фактор в войне против Украины. Нужно было покорить Украину, добиться какой-то победы, той легкой победы, которую он ожидал. А для следующего этапа и для следующих выборов нужно было задавить Чечню. Вот они готовили этот сценарий. И они его еще не сбросили со счетов. На самом деле, как только... Все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться после поражения России в Украине. Если она сохранится как империя, она начнет войну. Самая болезненная, самая безболезненная для России война это в Чечне. Они это уже испытывали два года. Вернее, два раза. Да, давайте не забывать, что первая война в Чечне началась при таком внешне достаточно демократическом Ельцине. Правда ведь? Нет, дело в том, что Ельцин никогда не был демократом. На самом деле. Мы это понимаем, да. Но внешне это была такая демократическая страна со свободной прессой. И казалось, вот-вот еще и будет всенародное счастье, о котором так долго мечтали в России. Все правильно. Абсолютно правильно. Вот этим система и укрепляла все эти годы. Но дело в том, что мир обманулся тогда с Ельцином. Как только упали первые бомбы на город Джахар, на город Грозный, нужно было понять, что никакой демократии в России нет и быть не может. И вот тогда нужно было останавливаться. И поэтому сегодня мы участвуем во всех практически форумах. Мы наблюдаем за всеми процессами. И вот когда западные политики или же какие-то подкупленные на самом деле, коррумпированные политики начинают настаивать о том, что Украина должна пойти на перемирие с Россией, с Путиным, вести переговоры, это нам опять напоминает вот еще тот период, когда предали Чечню и позволили России делать все, что они сделали. И сегодня нельзя этого допустить. И именно поэтому важна победа Украины. И вот на вчерашнем, несколько дней назад проходил форум. Знаете, что все-таки было для меня приятно во всем этом? Если первые годы, 2000 год, 99 год, когда разговор заходил о мирном решении российско-чеченского конфликта, все это упиралось в один термин. Территориальная целостность Российской империи. А сегодня каждый второй выступающий политик или докладчик, он говорит об дезинтеграции России, о том, что Россия должна перестать существовать как империя. И вот это вдохновляет. И это как бы стеляет уверенность, что все-таки мы избавимся от этого монстра. И мир начнет жить спокойно и вздохнет спокойно без Российской империи. И сами русские вздохнут спокойно. Хотим поговорить о внутренне политической ситуации. Вот во временно оккупированной Чечне Кадыров говорят, что болен и вроде бы как расчищает поле для своего сына, который знаменит своими выходками брендовой одеждой и наличием кортежа. Об этом пишет оппозиционный телеграм-канал АДАТ. Что вам об этом известно? Безусловно, все это так и есть. Это они пытаются, и Путин пытается внушить чеченцам, что кадыровцы это навсегда, что это династия, подобная Саудовской Аравии, Саудитам, которые предали в свое время халифат и заручились поддержкой Запада. Что вот точно так же кадыровцы, предав интересы чеченского государства и чеченцев, заручились поддержкой Кремля, что они вечно будут правы над этим народом и этим регионом. Он готовил своих преемников, он их готовит к трибуналу, он их вовлекает в те преступления, которые он совершил и совершает. И сегодня он своих детей вовлек вот в эту преступную войну против чеченского народа, против Украины. И естественно, никакой преемственности власти у них не будет. У них будет преемственность ответственности за злодеяние, которое совершил Кадыров, его отец и вся их фамилия в течение последних 20 лет. Вот в этом я абсолютно уверен. И у меня никаких сомнений нет. Назначение родственника Кадырова и министра внутренних дел Чечни генерал-полковника Руслана Алханова заместителем руководителя Центра МВД России вероятно является попыткой федеральных силовых структур взять под контроль МВД Чечни в ситуации ухудшения здоровья Рамзана Кадырова. Вот глава Чечни продолжает трудоустраивать своих родственников в федеральные структуры, обеспечивая им неприкосновенность на период транзита власти в Чечне. Прокомментируйте, пожалуйста, вот прав ли я? Все абсолютно вы правильно говорите. Просто нам с вами, украинцам и чеченцам, которые хотят свободы и независимости, нужно сделать так, чтобы этих федеральных структур власти не было. Вот как только их не станет, и вот все их потуги, которые они делали эти 20 лет, пытаясь внедриться во властные структуры и в федеральном уровне, и на местном уровне, они будут абсолютно бесполезны. И я уверен в том, что так оно и будет. Политику вот такого рода они ведут уже не только с Кадырова и с Алханова, они ведут ее еще с древних времен, еще с Кавказской войны, когда они вычленяли кого-то и внедряли его в какие-то властные структуры или давали какие-то полномочия на местах, и они верой и правдой служили оккупантам. И вот тот же прием они используют сейчас. А сейчас просто меняется ситуация. Иншаллах, она изменилась, кардинально в связи с войной в Украине. Поэтому мир стал другой. И вот я абсолютно уверен в том, что мы добьемся того, что никаких федеральных структур после завершения войны в России не будет. И просто к этому мы и должны идти. Здесь такая жуткая информация. Российские каналы сообщают, что Кадыров обвинил в ухудшении своего здоровья министра здравоохранения Чечни Ильхана Сулейманова и жестоко его казнил. Вот говорят, что Кадыров решил, что Сулейманов специально пытался его отравить и вот как бы закопал его в землю живым. Пишут, что Сулейманов исчез еще в прошлом году. Что можете сказать по этому поводу? Это все слухи или это может быть похоже на правду? Нет, это абсолютная правда. Наша генеральная прокуратура Чеченской республики Ичкерия, исполняющая обязанности, по этому факту было возбуждено уголовное дело и проведено предварительное расследование. Он действительно убит. Они его закопали живьем. Семье даже не передали ни останков, ничего. Просто они его уничтожили, убили, ликвидировали. И родственникам сказали, чтобы они не посмели просто даже заикнуться о его пропаже. И поэтому это действительно так. И его обвинили в том, что это вот подручный Кадырова. Он его постоянно подкармливал какими-то таблетками якобы, которые он требовал от него. Это были полу-наркотические, обезболивающие или успокоительные. И в конечном итоге это дало очень серьезное осложнение, побочный эффект на его здоровье. И буквально перед какой-то операцией он посоветовался с этим своим руководителем Сулейманом. Это было в Москве. И тот сказал, я не отвечаю, что это может помочь, но рискнуть стоит, потому что другого выхода нет. Вот из-за этого, то что Кадыров получил какое-то осложнение в результате применения каких-то веществ, и за это его и наказали. И в принципе его убили на самом деле. Ведь это говорит о том, что не только те, кого Кадыров считает своими врагами под угрозой, даже какое-то ближайшее окружение, оно тоже не защищено от таких варварских вещей, как закопать человека живым в землю, да? Абсолютно. Они вырезали головы, они живем закапывали, они сжигали. Это просто то, что они вытворяли. Они расчленяли людей, клали их в чемодан и бросали в реку Аргун. Это все факты у нас зафиксированы. И все это делалось именно Кадыровцами, которые сегодня служат и находятся в рядах ФСБ и федеральных структур России. Они отчитывались, они поощряли это. То есть там такая цепочка и такой клубок. Потому что именно поэтому они понимают, что ответственность на них, если изменится формат власти России, она велика. И конечно именно поэтому Кадыров всегда подчеркивает, что он покончил бы жизнь самоубийством, если бы он узнал бы, что в мире есть человек кто-либо преданнее Путине, чем он. Потому что он понимает на самом деле, что-то изменится в Москве, а он уже не жилец. Не только он не жилец, но и всех, кого он втянул в эту войну и в эти преступления все эти годы. Давайте перейдем к общеполитическим вопросам. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что итоговое заявление лидеров АБЖ-20 не стало дипломатической победой для России. Как вы оцениваете итоги саммита? Я думаю, что да. Есть те, которые сегодня еще продолжают думать о России как о возможном союзнике и что с Россией что-то можно сделать. Но в общем понимании, мне кажется, уже мир окончательно понял и что с Россией иметь какие-то долгосрочные или долгоперспективные отношения никто не намерен. Если даже вот на этих саммитах делают какие-то декларации и заявления, но оно не может и не будет иметь последствий. Потому что, чтобы сегодня Россию освободить от тех санкций, которые уже наложены на Россию, это должен быть очень долгий и длинный путь. Это должна Россия или остатки от России, они должны настолько измениться и делать шаги навстречу всему миру, демократии и тем изменениям, которые должны происходить. Это в первую очередь дезинтеграция России, чтобы Россия абсолютно спокойно и самостоятельно давала и представляла свободу тем народам, которые все эти годы находятся в колониальной зависимости. Это привлечение к ответственности военных преступников. Это очень долгий процесс. Кто бы что ни говорил, Эрдоган или кто-то другой пытается там оказать воздействие на международное сообщество с тем, чтобы ослабить санкции, оно не будет работать. И все они понимают это. И у меня нет никаких сомнений, что Россия в том качестве и в том виде, который мир знал до сих пор, она обречена, ее не будет. Будет другая Россия и другие какие-то государственные образования. Очень важную новость уже хотели с вами обсудить. В Армении начались совместные с США военные учения Игл Павнер, направленные на, я процитирую, повышение уровня оперативной совместимости с силами США в международных миротворческих миссиях и обмен передовым опытом. В Кремле, в свою очередь, заявили, что решение Армении не проводить учения с УДКБ, а работать вместо этого с США, требует, снова цитата, очень глубокого анализа. Как вы считаете, потеряет ли РФ Армению как союзник, а наметился ли крен страны все-таки уже в противоположную сторону? Ну и давайте не забывать, что на территории Армении до сих пор есть военная база России. Дело в том, что Армения потеряла Россию. Как только Россия вторглась в Украину, Россия стала бесполезной для того, чтобы поддержать Армению или какие-то другие страны, которые всецело возлагались на нее в плане безопасности и территориальной целостности своих государств. И поэтому, именно поэтому, когда началась война в Украине, Азербайджан очень правильно среагировал на ситуацию и они начали проводить определенную политику, принуждая Армению признавать те факты. Естественно, сегодня Россия потеряна для всех, кто мечтал и лелеял, чтобы все, вот пока есть Российская империя, они живы. Это касается не только Армении, это же касается и народов Северного Кавказа. И их руководители, сегодняшние руководители, которые думают и мечтают, что пока есть Кремль, они будут во главе этих регионов, этих республик, и они будут управлять. Россия уже потерялась для всех. Она не будет иметь те силы и возможности, которые и мечтают в Украине. Это глубочайшая ошибка, это трагическая ошибка для Российской империи, и это счастливый случай для колонизированных народов стать свободными и независимыми. И вот в эту эпоху мы живем. И поэтому все, кто желает свободы и независимости и дальнейшего нормального развития для себя, должны способствовать тому, чтобы Украина победила в этой войне. И Армения сегодня сделала, мне кажется, очень правильный выбор. Еще лучше поздно, чем никогда. И я уверен, что Армения в ближайшем даст нам еще много сюрпризов в связи с процессами или с отношениями с Россией. Ну и буквально у нас минута остается. Хочу вам задать еще один вопрос. Чего, по-вашему, ожидать от визита Ким Чен Ина во Владивосток на встречу с Путиным? Президент РФ будет просить у корейского диктатора, судя по всему, оружие и боеприпасы. Белый дом накануне встречи призвал Северную Корею не продавать оружие России. А вчера эту встречу и, возможно, там даже и Путин не настоящий. Я хочу в связи с этим поздравить украинский народ, украинское руководство и всех, кто сегодня борется с этим фашизмом, с Путиным и с путинизмом. Встреча с Ким Чен Иром это показатель того, что эта страна и как империя она перестает существовать. Ее влияние и ее возможности они настолько ограничены и настолько абсолютно не имеют никакого значения на внешний мир. И поэтому только поздравления. Ничего Ким Чен Ир ему ничего не даст. Они просто дополняют друг друга. И я думаю, у них будет очень приятное общение. Ну да, идти на поклон к Северной Корее это само по себе уже говорит о многом. Акмед, спасибо вам большое за этот интересный разговор за вашу экспертную оценку. Рассказ о том, что на самом деле происходит и на Кавказе и в Чечне. Зрителям напомню, Ахмед Закаев, председатель кабинета министров Чеченской республики Ичкерия за рубежом был в нашем эфире. Всегда рады вам на Фридоме. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин